Баба и Гай, леший в валенком цветочке музыкальный театр, показал совершенно новую постановку старой доброй сказки. А на показ пригласили самых главных зрителей, ребятишек, среди которых были и дети с повышенными потребностями, чаще бывающие в больницах, чем на праздниках. На благотворительном показе побывала и Наталья Истомина, а, говорит, сказка увлекла даже ее. Ну а тебе, доченька моя любимая, что тебе привезти? Государь, ты мой батюшка, не вези ты мне ни сарафанов шелковых, ни ожирели хрусталов, а привези мне цветочек Аленьки. Аленьки-цветочек подарили детям артисты музыкального театра. Всеми любимая сказка Сергея Аксакова на красноярской сцене зазвучала по-новому. Сюжет получился закрученным. Режиссер добавил в него бабу-югу, лешего, кикимору и другую волшебную нечисть. Но было совсем не страшно, а очень весело. Художники и композиторы максимально насытили спектакль русскими мотивами. К примеру, один из главных фонов украшает жестовская роспись. В мелодиях слышатся гусли. А вот танцевальные номера совершенно разнообразные. Помимо традиционных народных элементов, здесь и классические европейские, и даже джазовые. Но самая главная роль в детском спектакле отводится, конечно, артистам. Дети – это такой очень тонкий индикатор. Они либо тебе верят, либо не верят. Если ты начинаешь лукавить, то детям становится неинтересно. Все, они тут же понимают, что Дед Мороз – это не Дед Мороз. Многие из приглашенных ребятишек особенные. В силу своих диагнозов вынуждены большую часть времени проводить дома или в больнице. И каждый такой выезд для них – это настоящий праздник. Это выход из дома, выход – это возможность увидеть что-то новое для себя, познакомиться с кем-то, увидеть, в конце концов, своих друзей. Поэтому тут вот, ну, трудно даже переоценить саму эту возможность. Гори! Ну, вот и загорелись огоньки на ёлочке! Ну и какой же Новый год без ёлочки! Восторгу ребятишек нет предела. И каждый просит у Деда Мороза, чтобы исполнилось самое заветное желание. И это не только игрушки. Желаю удачи, добра и чтобы никто не болел никогда. Наталья Истомина, Валерий Чащин, Седьмой канал.